Здравствуй зритель! Привет! И добро пожаловать на продолжение прохождения драконьей догмы. Мы вышли из Кассардиса и я собираюсь отправиться прямиком в Северный лес. Для того, чтобы продолжить свои исследования по делу виновности достопочтимого гражданина города Гран-Сарен, я уже купил даже себе поддельные обвинения и оправдания. Сюда заходить, наверное, нам смысла нет. А смысл есть бежать на маркер в форт. Вон туда. Он виднеется вдалеке. Здесь сейчас будут гарпии и прочая всякая нечесть. Хотелось бы по возможности избежать встречи с ними. Наверное, если пойдем по дороге, то минимизируем. Так. Химера. У меня на нее есть квест, но мне не хочется сейчас тратить время. Охотись на Химеру. Подпортившееся мясо нам не требуется. Просто идем по дороге. Стараемся не встревать в неприятности. А! Панцу схватили волки. А почему он так далеко от меня оказался? И гарпий здесь же еще. Ух, стена огня! А, смотри-ка. Не зря вкладывали очки умений в панцу. Смотри, что творит. Еще одна гарпия. Все, панца, больше не отставай. Давай, идем за мной. Идем в форт. Нам туда. Он там лутается. Хотя, может быть, и можно было Химеру прихлопнуть. У меня взрыв флаконов почти не осталось. Но я бы, наверное, и без них справился. Вон там, да, мыс, выдающийся в море. И, похоже, все-таки через него мне как-то нужно идти, чтобы грифона искать. Да, время на исходе. Он поставлял нам вооружение по весьма выгодным ценам. Мы остаемся как кошки без когтей, если он не сможет заниматься торговлей. Может, я и плохо его знаю, но я не могу сидеть на месте и смотреть, как его судят. Показания данные лично имеют большую значимость, чем послание, однако я не могу покинуть свой пост. Пожалуйста, возьми одного из моих людей с собой в столицу. Он будет говорить за меня. Вы окажете услугу форнвайлю, сэр, и нам вместе с ним. Я сообщу своему человеку, чтобы ждал вас. Пожалуйста, поговорите с ним лично. Ну и как-то вот доказательство, кроме того, что я нашел у него в доме свидетельство о подарках дорогих, у меня ничего и нет. Но дорогие подарки, это же еще ни о чем не значит. У меня есть ключ. Универсальный, но он не подходит для этой двери. Ну что ж, где человек-то, которого ты посылаешь? Ну, видимо, его человек уже в городе. Какая-то музыка здесь слышится? Откуда она? Кто здесь распевает? Ладно. Не будем тратить больше времени. Отправляемся. Мы же в любом случае, да, больше. А, погоди. Ну вот здесь есть маркер, и здесь есть маркер. Они не пропали. Есть еще один свидетель, судя по всему, да? Какой-то. Или еще одно свидетельство. И как будто оно вот где-то здесь располагается. Но я здесь ничего не вижу. Может, залезть наверх надо? Уже темнеет. Время на исходе. Да, вот еще кое-что. Кто-то чего-то знает. Меня зовут Кастер. Сэр Дерио сообщил мне о моих обязанностях. Я благодарен, что вы будете сопровождать меня до столицы. Отправляемся в путь? Да, хорошо. Это тот самый человек. Надо было его здесь забрать. Он со мной. Интересно, если я перемещусь, он переместится вместе со мной? Ну, он же, наверное, как пешка ко мне примкнул, да? Значит, по идее, должен переместиться. Хотелось бы, по крайней мере, чтобы было так. Да, вот он здесь. Но все. Дальше бежим в замок. У нас же здесь не появилось новых маркеров на карте. Вроде бы нет. Сундук не респавнился. Видимо, сундуки респавнятся каждый раз, когда проходит какой-то важный момент в основной сюжетной линии. Итак, что я буду делать? Ну, очень уж много хороших вызовов, да? Подарки могут быть просто подарками хорошему человеку. Давайте будем его оправдывать. Я не нашел чего-то, чтобы меня убедило в его коррупции. Наши свидетели. Отличная работа. Я позабочусь о необходимых приготовлениях до дня судебного разбирательства. Есть еще время, сэр. Прошу, продолжайте поиски. Отдать подписанную петицию. И что, я буду каждое так отдавать? Мутные показания. Сложными показаниями поможет доказать невиновность. Показания управляющего. Восхваляющий вклад в рамвале в экономику Грансиса. А ведь письмо от иностранного чиновника, значит, он тоже может против него сыграть, да? Прошение Джоффри. Ну, и липу ему еще в Сочи. Вину и невиновность. И что? Список подарков от щедро покровителя. Некоторые записи дают понять, что подарки были приобретены для отмывания незаконно полученного дохода. Купленный торговца свиток с ложными показаниями поможет доказать вину. Это нет. И письмо от иностранного чиновника, восхваляющее вклад в рамвале в экономику Грансиса. Ну, давайте это тоже дадим. Хотя двоякое такое. И на этом, пожалуй, все. Давай попробуем с ним поговорить насчет охоты. Сбежал в синелунную башню, говорите? Тогда его ожидает живописная гибель. Наберите сил, подготовьтесь должным образом, а затем покончите с бестией. Ваш долг зовется. То есть ты мне не хочешь никак помочь дойти до этой башни. Ну, на этом все, пожалуй. Можем выходить. Других доказательств я не хочу давать. Давай посмотрим, к чему это приведет. Я не уверен, что показания иностранного чиновника – это слишком хорошая вещь. Может быть, она завалит и пересилит все мои старания. И, кстати, интересный момент. Липовая невиновность, да, у меня есть. Что здесь? Еще один квест. Ну, давай переночуем в гостинице до утра. Посмотрим, что произойдет с этим судом. Я бы на месте разработчиков обязательно оставил бы такой вариант. Или, по крайней мере, задумался о нем. Что если проталкиваешь поддельное свидетельство, то это поддельное может быть опознано как поддельное и, следовательно, сыграть против обвиняемого. Ну, как же, если дают фальшивку, значит, дело нечисто. Хватит петь на дифирамбы. Остаюсь до утра. И если сейчас судом не разрешится, то мы отправимся на еще один квест. Где мы будем там с кем? Со зомби бороться, по-моему. Или, опять же, со спасением, да, свяжемся. Время на исходе. Давай еще попереночуем. Мне хочется все-таки довести до ума это дело еще до следующего утра. Все-таки долго обрабатывается запрос к серверу. Суды несчастья. Узнайте приговор. Отлично. Бежим узнавать. Итак, сейчас глашат и объявят приговор. Порядок. Призываю к порядку. Следствие подошло к концу. Форнавальд Фрескобальди, именем его светлости герцога Эдмуна Драконоборца, суд настоящим провозглашает вердикт. Невиновен. С вас сняты все обвинения, и вас освобождают атаков немедленно. Следствие объявляется завершенным. Ну что ж. Уж не знаю, хорошего ли человека мы спасли, но мы его спасли. Собственно, что хотелось, то и получилось. Будем считать, что это еще не еще одна ошибка нашего Дон Кихота. Э, а где мордастый-то? Я хочу получить свою заслуженную спасибо. Обсудите приговор с Солдасом. Ну что ж. Он, наверное, у себя дома. Бежим обратно в знатный квартал. Блин, какое счастье, что стамины не тратятся при беге по городу. А, он не здесь живет. Это рыцарское поместье. Кстати, надо будет как-нибудь заглянуть. Интересно, я что же рыцарь? Поместье Форнвали. А, погоди, мне не к Форнвали, у меня туда к Олдасу. А Форнвали, где он что, не у себя дома? Так, вот он. И он обещал мне шикарные цены, да? Ну-ка, посмотрим. Хотите продать какие-нибудь редкости? Мне вот продавать тебе сейчас пока что нечего. А вот купить у тебя, я бы посмотрел, что есть. Считает, что мешочка монет хватает, чтобы исполнить одно любое желание. Позволяет воспользоваться своими деньгами, как метатель на оружие. Интересно, какой урон будут наносить деньги амулет завоевателя? Я бы не сказал, что все прям очень дешево. Стрела Творца, 270 тысяч. Стрела, несущая мгновенную смерть. Примечание. Зайди в стрелу, она будет потеряна при восстановлении с последней контрольной точки. То есть это стрела, убивающая любого, да? Интересно, а вот такой стрелой, если жахнуть в Грифона или в Дракона, его тоже сразу убьет? Оружие, броню он не продает? Накидка великодушия. Чем она так хороша, что она так дорога? Волшебный плащ, восстанавливающий здоровье и силы союзников на долю от того, сколько восстановил носящий его человек. Ух ты! Лечишь себя и лечатся все союзники. Действительно, неплохая штука, но выглядит. Нет, я не хочу такой плащ. Но если он торгует стрелами, которые ваншотают любого, то, конечно, это очень полезный торговец. Неверя заперта. Ладно, бежим к Алдасу. Или Алдасу. И пытаемся с ним побеседовать. Интересно, почему пешек не пускают в замок герцога? Что за подоплёка? Хм, вон он. Стой! Фаренвалью был вынесен вердикт. Он был признан невиновным каким-то образом. То был оправдательный приговор в оттенках серого, не сильно отличающихся от чёрных. Но, тем не менее, это оправдание. Суд был справедлив, и мы должны принять его решение. Хоть дело и закончилось досадно, это отнюдь не по вашей вине. Примите плату с моей благодарностью, воскресший. То есть, его хотели завалить здесь. Так получается. Кому-то он был неугоден. Но, если честно, меня окончательно убедило, что нужно давить на его невиновность реплика стражи, который говорит, что он снабжает нас по хорошим ценам. И даже если он виновен, то человек неоднозначный, судя по всему. Ну, хорошо. Лишний торговец в городе нам не повредит, поэтому... наверное, всё заканчивается хорошо. А что мы сейчас будем делать? Охота на видим. Сирену хотят наказать. Воспрячем из... Вот. Давай-ка вот этим займёмся. Столица нужно разузнавать. И... Мне нужно убежать сюда. Ну, побежали. Убегаюсь по городу и, богу, убегаю сегодня. Может, надо было в ведьмин лес рвануть? Ну, у меня там поблизости, в общем-то, и камень, и перемещение нету, поэтому... Пока не очень рвусь я в такое длительное путешествие. Так. Нам сюда. Я пришёл. Ещё раз. Я в самой точке. Разузнайте в столице как можно больше спасения о их тайном собрании и о причастности к культу оживления скелетов. Ну, шлем такой же, как у меня. Класс. Вы что-нибудь знаете? Какой смысл гоняться за прибылью, когда дракон явился, чтобы обратить нас всех в пепел? Нет, он ничего не знает. А вы? Городские слухи – это то, что мне нужно сейчас в меньшей степени. Странно, одетые пешки прогуливаются. Ах. Вот в этой области, да, нужно что-то искать. Что искать-то? И он сказал, что на карте меня отметил. Честно говоря, Бодрик меня пугает. И снова началось. О, он уже здесь ремонтирует. Странник, ты что-нибудь слышал? А ты? Сэр, герцог Эдмунд тоже был воскресшим в свое время, и его тоже сопровождали пешки. Что с ними стало интересно? Интересно. Действительно, если так, то это очень интересно, особенно если учесть, что сейчас… Да, вот я только что сказал, что пешкам запрещен вход в замок. Но туда же я не спущусь уже ниже. Тогда как я могу попытаться здесь что-нибудь разнюхать? Привет. Ага! Панца, ты гений. Было бы странно, если бы тайные встречи проводились днем. Наконец-то хоть кто-то меня чему-то надоумил. Нет. Так, что здесь? Лавровый лист. 10 консервированных огромных рыб. Грансийская трава. Ух ты! 200 золота. Добудьте жетон охотника 20 штук. Весь Грансис. Собиратель горнов. 50 горнов. Награда души крат какой-то. Масляный копьи меч. Добудьте свинцовый шар. 50 горнов. Ведьмин лес. Грансийская трава. Ну, давай возьмем. Масляный изничтожитель какой-то. И лавровый лист. Черный волнообразный меч. Отлично. Очень странно, что она собирает такие вещи и расплачивается такими штуками. Что я хотел? Я хотел переночевать до ночи, чтобы ночью бежать следить за сектантами. Субтитры сделал DimaTorzok. Я хотел переночевать до ночи, чтобы ночью бежать следить за сектантами. Я хотел переночевать до ночи, чтобы ночью бежать следить за сектантами. Но у тебя, зрители, если ты играешь в догму, так же долго запрос к серверу обрабатывается? Или это у меня что-то не так с игрой? Не включаем фонарь. Хотите узнать больше о ведьме? Слухов много в последнее время. В основном о том, что она говорит с драконом. Якшается с ним, точнее, как говорят. Некоторые заявляют, что это она призвала дракона. Как бы то ни было, взять у нее совет не самое худшее, если она и правда что-то знает о чудовище. Поговорите с солдатами, чтобы узнать больше о ведьме. Прямо сейчас они собирают отряд на ее поиски. Так, видимо, это хорошо, но мне же нужно посетить тайную встречу. Я прямо в центре событий. Ага, надо было вниз спуститься. Что скажешь о новом плане Верховного Совета? Я знаю, что цель посеять хаос, но все же. Не могу не думать, что это чересчур. Дело в том, что эти ходячие скелеты убили троих наших. А мы собираемся позволить этим существам разгуливать по дорогам? Да, если таков приказ. Оставшаяся часть плана Совета предполагает, что скелеты отвлекут на себя внимание. Могу тебе заверить, их жажда крови сильнее, чем я мог думать. Пришло время сообщить остальным. Не нужно сомнений, брат, тебе же скоро выдадут задание от Совета, да? Да, я как раз направляюсь туда. Это мой первый раз. По правде говоря, я удивился, когда меня вызвали. Я не так давно присоединился к спасению. Полагаю, они и доверяют мне. Но я не стану скучать по тяжелой жизни посыльного. Это уж точно. Мы должны напасть или проследить за одним из них? Мы проследим, только ты, панцафанай. Погаси. И все. Я в маскировке. У меня только один. Второй в хранилище остался. Так бы я панцу еще обнарядил. Сохраняемся. Я хочу посмотреть, что будет, если я приближусь. Так, он ему что-то отдает. Наверное, чтобы проследить, надо наоборот отойти. Вероятно так. Пока что ничего не происходит. Ладно, я же сохранился. Давай приблизимся. Ага, они расходятся. И следить нужно, по-моему, за этим. Даже он, по-моему, говорил, что... идет к главному, да? Да мы уже сидим на хвосте, панца. Ну, как быстро. Припустил. Пора в зал совета, а там ключ хранит, да? Он спрятал ключ. Ну да. Я знаю. Первый ключ от спасения. А, куда он ломанулся-то? Он выходит из города. С этим ключом мы попадаем в какие-то катакомбы. Видите, катакомбы. Ух ты! Аж сюда бежать. Погоди. А это не там, где мы уже были? Ну да. И вот северный выход. Здесь мы выбрались. А этого парня больше не видать, да? По-моему, имеет смысл вернуться в город. Переночевает до утра. Стоп. У меня все снаряжение снялось. И все в порядке. Да. Возвращаемся в город. И потом побежим в катакомбы. Утром. По-светлу. Да. Получаем. Но пойдем туда утром. Здорово. До утра. И опять синхронизация сервером сейчас будет, да, у меня? Да. Выбираемся. Выбираемся. И как лучше идти? Прямо отсюда? Или рвануть? Через холм с образом? По-моему, по расстоянию практически одинаково, да? Здесь есть еще северный выход из катакомб. Где мы уже выбирались. Но, наверное, лучше зайти там, где нас советует маркер. Ох, как у меня стамина. Смотри, шикарно держится. Опа, а это разбойники. Это не мирные жители, да? Ну, и... Сами виноваты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, разбойники, в отличие от гоблинов, чаще... Это панца устроил. Ух ты. Чаще роняют денежки, поэтому... Даже приятно иной раз с ними подраться. И он уронил деревянные кандалы. Видимо, беглый преступник. А кандалы, это значит, что я смогу скрафтить себе, при наличии металлолома, еще один универсальный ключ. Панца, жахни его чем-нибудь, чтобы я не гонялся. Денежка. Идем дальше. Ага. Не, он туда, на север. Вот по этой дороге, да? Панца, про растения-то я уже знаю. Но спасибо за... Подсказку. Опасность угрожает. Вон гоблины. Действительно, как-то страна запущена. Гоблины гуляют прямо под стенами города. Где-то кричат гоблины. Панца, не отвлекайся. А, вон они наверху. Бог с ними. Не шибко-то и нужны. А вот здесь интересно. Смотри, вроде бы деревенька, оккупированная гоблинами. Там же один из кустов подбегает. Ух ты! Пауки. Живые есть, по-моему, нет. Яд паука. Я думал, он померший. А он вполне себе бодрый. Ну ладно. Идем дальше. Не отвлекаемся. Смотри-ка, что. Тыква. Первый раз увидел, поэтому беру. Ладно, нам туда. Двигаем. Верткий волк. Волчья шкура. Нет. Мне нужна одна шкура лютоволка. На обычную я отпекаться не желаю. Панца. Иди сюда. Тем более, ну волки мне уже совсем не для моего уровня. Чего на них время тратить? Панца, пошли. Ты тоже время не трать. Если нападут, подбегут, отмахнемся. По-другому не надо. Что там у тебя случилось? Они тебя схватили? Ну и сжахни стеной огня. Так, надо бы сохраниться. Насколько далеко я уже подвинулся. Не очень-то. И мне нужно больше к северу забирать. Причем тропинка меня туда уже не приведет. Мне нужно было вот здесь по тропинке идти, чтобы так. Значит, мне нужно срезать. И сейчас просто прямиком на север практически бежать. Собирая по пути грибы. Вот так вот раз, и в лесу сундук с деньгами. Интересно. Все, панца, пошли сразу. Не отвлекаемся. Впереди какие-то палатки. Что у нас здесь? Разбойники, гоблины. Ящеры в палатках живут. Вот это да. Причем какие-то продвинутые ящеры. Или они так засаду делают на прохожих. А, это, похоже, то самое сдерживание, да, которое мы брали у панцы. Для панцы. Сжиженная скорость. Так. А мне вот туда? А здесь я, похоже, не пройду. Спасибо, Кэп. Приходится обходить. Ух ты, тут изрядно обходить приходится. Ну, ладно, что ж теперь. И, по-моему, получается, в этой местности я еще не был, я не помню такую реку. Как-то так получалось, что я всегда ее обходил стороной, да? Ну, может быть, что-нибудь интересное здесь и найдем для себя. Так, стоп. А я смогу через эту реку вообще перейти? Ну, если смогу, то, наверное, вот здесь вот. А тут, погоди-ка. Это ведь невидимые ящеры. На мелководье притаились, да? Ну да. Так и есть. Так и есть. Панца, ты становишься просто великим магом. Пятнистая кожа ящера. Забираем. Думаю, оно для чего-нибудь сгодится. Там ящер, что ли, еще один? Живой, что ли? Да, живой. И больше тысячи опыта дают за этих ребят. Но, панца, все, хватит. Даже если ты сейчас еще одного увидишь, они нам более не нужны. Бежим дальше. Итак, вышли. Но эта дорога уводит нас куда-то в сторону. В неизвестную, кстати, область. И достаточно большую область. Смотри. Просто огроменный кусок карты. А нам, наверное, придется свернуть с этой дороги и уйти на север. Все-таки. Хотя и интересно пойти, посмотреть, что там в клятый лес. Вот здесь, похоже, разбойники. Обойдем их стороной, по верху. Еще разбойники. Идем по хребту. Панца, за мной. Не агрессивно. Практически лыжный слалом сейчас у нас произошел. И, а у меня, смотри, панца, с хп-то все плохо. Ты почему меня не лечишь? Ящеры-то мне навешали по самой не горюй. Не этот баф. Лечение дай. Лечение. Слушай, а я у тебя лечение-то не поубирал случайно? Если так, то я сделал большую ошибку. Особенно перед тем, как лезть в катакомбы. Отлично. Ст height,こ. М Staat,こ. Выправим. Эй, отпусти. Это как раз те самые лютоволки. Шкура Которая вам не нужна Да, видимо Он не дропает ничего И еще один Ящер невидимый Все, панца Иди за мной Больше не агрись И этих парней обходим Шкура лютоволка нам не упала Это плохо Но Да, я знаю, что вооруженные грабители Идем мимо Не подходим к ним И снова ящеры Блин Сагрится, не сагрится Давай, панца, попробуем их не сагрить Да? Ко мне иди А, ты здесь уже И да Я, по-моему, перестарался С крутыми заклинаниями Для панца Надо было В первую очередь Лечение ему оставить А, ты здесь уже Где-то там. Так, квест на гоблинов мы выполнили. Хорошо. Кусом груды. Ну, гоблины здесь слабенькие. Совершенно не страшные. Чешмоцвет. Ух ты. А, это мы на крыше того самого входа. В пещеры, куда нам нужно. Панца, иди сюда. Я тут горю, между прочим. Но панца умный, он обходит. Да, промахнулся я с ним. В том плане, что хилки поубирал. Боевик-то, может быть, он теперь и неплохой, но без лечения тоже плохо. Входим сюда. Вообще странно, да? Два последующих один за другим квестов. И оба в одну и ту же пещерку. Ну, это даже как-то не очень весело. Я же тут уже все знаю. Зачем мне еще раз сюда приходить? Блет волшебника. Не брезгую грибами и всякими травами на лечение. Исцеляющий кристалл, в частности. Потому что, раз панца теперь не будет меня хилить. Ну, кто-то же меня хилить должен. Ух ты! А тут я вот могу сейчас взять и прыгнуть. Или мне теперь обходить снова придется. Панца, дай-ка я попробую. Я же сохранился. Куда нам нужно по карте идти? Вот сюда. В эту часть. Да? И это по-любому не здесь, не наверху. То есть я могу либо пройти вот так вот, пройти через эту дверь, вернуться сюда к этому лифту, чтобы спускаться вниз. Либо попробую просто сейчас перемахнуть, там зацепиться и вызвать лифт. Отлично. И панца просто перейдет ко мне. Панца! Заходи. О! И ключ открывает дверь. Великолепно. Но я же мог и так пройти без этого. Панца, идем сюда. Чего-то он... Опять он где-то застрял. Я знаю, как нужно с ним поступить. В такой ситуации. Пошли. Отряхиваются. Идем, балбис. Призраки. Великолепно. На кого из нас они зацепятся. Освещенное оружие же, по идее, вредит, да? Не огненное. Ну, надеюсь, панца теперь своими заклинаниями призраков быстро размутыжет. Просто кость, неинтересная. Так, по карте. Куда идем? Нам вот сюда. Значит, нам нужно вправо забирать. По большей части. Металлолом. Отлично. Он мне был нужен. Что-то там прокачивать нужно было металлоломом. Я помню. И... Пятый камень спасения. И нужно было еще и универсальный ключ делать, да? Тоже из металлолома. Малет завоевателя. Превосходно. Вот здесь какие-то камни спасения. И их, наверное, пофармить тоже не мешало бы. Пособирать, походить. Кость, сжижная скорость, большой орех. Большой орех, по-моему, лечить может. Где? А, вот он. Где ты еще одного скелета мага увидел? Фанца. У страха глаза велики, по-моему, просто. А, нет. Вот он. Фандрагора. Хорошо. Фанца, это ты делаешь? Идем сюда. Ух ты. Это моя тень такая страшная. Это моя тень такая. Так. Я увлекся совсем и не смотрю на свои ХП. А это плохо. И опять очень быстро ХП утекают. А маг так нехило может посохом ударить? Мандрагора. Книжечка. Книжечка. Первый камень спасения. Почему я от пятого к первому двигаюсь? Интересно. так чем я могу подлечиться солнечник лекарственное растение скорость сладкая пульса ну ладно это открывающая загадочная дверь один из пяти мне похоже все таки нужно собрать все пять снадобья да яблоко подпорченное хорошо здоровье восстанавливает лучше чем обычное яблоко ладно пока хватит как же меня угораздило-то пансихилку отключить что же я забыл то про нее совсем целебная ваева так а куда мне идти-то надо вот сюда да то есть как раз вот сейчас направо и как-то или наоборот надо было наверх подняться ну ладно продолжаем двигаться как-нибудь да доберемся да мне явно в эту сторону а это же сектант о нет отходим они сейчас взорвутся панса не стреляй когда я рядом стою они так меня и добьют если мы будем такое творить все отходим взрываются мясо зомби вряд ли оно очень целебное но дай посмотрим да оно вообще не попадает в разряд целебных и снадобь в разряд снадобьей вообще много выносливости а тыква ну ладно хотя бы так куча монет и суха распуда мне не пройти без ключа но ключ это пять этих сфер да судя по всему значит нам нужно снова слоняться и собирать их все так поднимаемся наверх попробуем по верху пройти в том же направлении ой хорошо прошел панца не прыгай если это за мной я сейчас приду а я надеялся выпрыгнуть туда и пройти на ту сторону по а у меня же где-то еще пузыри с очень целебной водой из источника были помнишь помнишь ага вот это дверь для которой еще не хватает не хватает камней следовательно продолжаем свои исследования я могу туда запрыгнуть теперь нет то что означает я обратно теперь не выберусь а нет я здесь же могу обойти фух зря испугался надо просто облутать все гробы так еще один и мне остался только один найти еще на стойка нет сюда мне не нужно вон сойдем обратно мы где-то чего-то с тобой не долутали вот здесь например амолит ангела а здесь вроде все осмотрено а нет смотри-ка мешок с деньгами проворонили так же день и камешек этот лежит последний стоп стоп давай давай панца бей его куда он залез ну-ка бабчик не дай где у меня водичка целебная кучевая вода не так уж сильно она и лечит панца я позвал на помощь а ты не бил его давай еще раз или ладно бог с ним надо посмотреть не остались ли а здесь мы зашли нет значит где-то в другом месте мы проворонили последний камень ладно хорошо что ты здесь панца я дышусь но пользы от тебя немного так по карте здесь тупиковое же место да да тупик нет конечно нет нет это вход да иду прямо вот сюда и по пути продолжаем искать что мы где не долутали с тобой так от входа был пятый да последний мы нашли первый сейчас у меня второй камень нет похоже они все-таки разбросаны в случайном порядке а вот еще а здесь нету еще один камешек и послался по послался поста а поостался только один спускаемся вниз там пойдем все где-то что-то упустили но пардон и у меня нет подходящего ключа тогда попробуем сделать следующее у меня же были наручники но точно я находил да я лутал наручники с бандиток когда мы шли сюда вот они и у меня есть универсальный ключ который видимо не подходит очевидно для этой двери универсалью универсалью Ситуация, зритель. И это означает, что, наверное, нужно заканчивать эту серию. Действительно, мне нужно будет вернуться к самому началу и попробовать прошерстить эту пещеру еще раз. Панцы, иди сюда. Для того, чтобы уж точно ничего не упустить. Это мы с тобой сделаем уже в следующей серии. Надеюсь, она уже не будет такой затянутой. И мы быстро найдем этот последний ключик для того, чтобы открыть дверь. Ну, а пока тебе спасибо за внимание. Оставайся на канале. До скорых встреч. Пока.